Тесла представила робота гуманоида Optimus. Первый прототип получил название Bumble C. Он не имеет корпуса, но может самостоятельно ходить. За движение отвечает система автопилота. Илон Маск убежден, что сможет выпускать в серийном исполнении таких роботов миллионными тиражами по цене менее 20 тысяч долларов. Второй прототип робота не получил названия. Он уже облачен в корпус, но не может ходить. На презентации его показали на подставке. Также показали робота в действии. Он полил цветы и перенес коробки. Маск утверждает, что через несколько лет робототехнологичное направление может стать для Тесла важнее автомобильного. По его словам, главная цель при работе над Optimus – это создание робота, который может освободить человеческую рабочую силу. Причем замена, лишь часть людей может улучшить экономические показатели производства в два раза. Производство Optimus начнется в 2023 году. Продолжим. Google Maps представила карты будущего. В скором времени компания добавит в свой сервис Maps несколько новых функций. Возможность узнавать больше о местности по отзывам, изучить город с помощью иммерсивных карт, исследовать достопримечательности в 3D-формате и получить информацию о пробках и погоде. Обновление карт Google анонсировано на недавнем мероприятии Search On. В компании надеются, что их новшества вдохновят производителей на подключение. В частности, в новой версии сервиса появится функция под названием Neighborhood Vibe. Она позволит больше узнать о местности, изучая отзывы других жителей. Кроме того, разработчик собирается добавить в Google Maps возможность интерактивного изучения города Immersive View. Эта функция даст пользователям возможность взаимодействовать с картой, как с компьютерной игрой, менять время суток, осматривать здания и даже заходить в некоторые из них. Еще одно новшество – это функция поиска Live View. Новая опция предполагает использование камеры в реальном времени для поиска различных достопримечательностей магазинов, ресторанов и банкоматов. Обновления появятся на всех гаджетов Android и iOS. Ну и напоследок новости крипторынка. В Instagram и Facebook появилась возможность публиковать NFT. Компания Meta открыла возможность для всех пользователей из США цифровые коллекционные предметы. В Instagram данная возможность также доступна для пользователей из более чем сотни других стран. Для работы функции до недавнего времени доступной ограниченному числу пользователей необходимо подключить к своему профилю в соцсети криптокошелек, после чего появится возможность создавать публикации с NFT-объектами из этого кошелька. При этом в публикации автоматически отмечают создателя объекта и его владельца. В настройках приложения теперь появится специальный раздел, посвященный цифровым активам, а к профилю можно подключить кошельки. Теоретически эта операция доступна не только в мобильном приложении, но и в веб-сервисе. Но авторы ресурса The Verge говорят, что второй вариант пока работает со сбоями. Едва ли функция окажется востребованной у большинства пользователей. Тем более, что, как по сообщению агентства Bloomberg, объемы продаж NFT в этом году резко рухнули. И в сентябре этих цифровых активов продано на 466 миллионов долларов. Это на 97% меньше, чем 17 миллиардов, которые выручили в январе. Продолжение следует... Продолжение следует...